Отношение Бога к Израилю и еврейскому народу не зависит от наших взглядов и мнений. Потому что Библия четко говорит, что Бог любит Израиля, как сына своего первенца, как свою жену. Несмотря на это, на долю избранного народа выпало немало страданий. Вся история Израиля, как древняя, так и новейшая, наполнены войнами и конфликтами. И сейчас на Святой Земле слышен вой сирен. Самой значительной трагедией народа стал Холокост. Холокост, да, это ужасное трагедение, но она все равно родила жизнь, а не убила жизнь. Это совершенно разные вещи, потому что она делала некий новый этап. Преодолевая сопротивление значительной части мира, еврейское государство закрепилось на обещанной Богом земле. Катастрофу нужно рассматривать как предисловие к созданию Израиля. Без этого она теряет свой теологический смысл. Еврейский народ вернулся, чтобы сказать человечеству нечто новое. И если это так, то мы живем в кардинально новую эпоху. И в эту эпоху, как никогда, нам важно слышать голос Бога. Катастрофа – это некоторое слово Бога к нам обращенное. Создание государства Израиля – это некоторое слово Бога к нам обращенное. И мы должны услышать, что же Бог хочет нам сказать, где наше место в этом диалоге. То есть, иными словами, наша, каждого из нас, личная, индивидуальная миссия, если хотите, осознать тот диалог Бога с еврейским народом и с человечеством, который идет сегодня, который пошел по-новому сегодня, и донести это до других окружающих людей. Все события мы рассматриваем с точки зрения последнего времени. Бог верен. Он возвращает свой народ евреев домой. И это все является твердым знаком второго пришествия Иисуса, возвращения евреев в землю. Это твердое знамение второго пришествия Иисуса, потому что муж придет к своей невесте. Но он не придет только за ними. И он придет также за мною. Конференция в Тюмени поможет взглянуть на отношения двух мировых религий по-новому. Иудаизм и христианство дополняют друг друга, продвигая человечество к библейскому монотеизму. Приготовь свое сердце к общению. Суть межконфессионального диалога в том, чтобы каждый более хорошо понял самого себя из общения с другими. Каково твое значение в мире последнего времени? У евреев есть своя миссия, у протестантизма есть своя миссия евангельского христианства. У каждой группы есть своя миссия. И вот эту миссию хорошо понимать как часть общей миссии. Как свой кусочек, который часть всего вместе. А когда он часть всего вместе, то смысл его несовременно повышается. И глубина его повышается. И мы становимся гораздо менее духовно-провинциальными, а действительно можем что-то сказать миру. 29 и 30 августа мы ждем тебя в Тюмени на конференции Иудео-христианский диалог в фокусе Израиль. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok